Всем привет, с вами Фокс и сегодня у меня на обзоре реплика прицела Аймпоинт Т1 от компании Эмерсен Геер. Используется данный прицел спецподразделениями Девгру, а также распространен во многих других спецподразделениях и у гражданских стрелков. Приходит прицел вот в такой маленькой коробочке. Давайте посмотрим, что там внутри. Салфеточка из микрофибры, ключ, ну и собственно сам прицел. Прицел у меня черного цвета, также есть в тановом исполнении, на прицеле нет никаких маркировок. У меня версия на высоком быстросъемном QD креплении. Прицел небольшой, занимает мало места и в основном служит для быстрого прицеливания на близких дистанциях. Прицельная марка Точка имеет два цвета, красный и зеленый, и по 5 уровней яркости для каждого цвета. Линзы совсем немного затемнены, но не мешают целиться даже при недостаточном освещении. В передней части есть возможность установить килл флэш, но видимость ухудшится. Также помимо высокого крепления бывает низкое, и так как прицел небольшой, его можно крепить под углом и сверху оптического прицела. Прицел питается от батареи типа CR1632. Пристраивка прицела проходит очень легко, так как вам не нужно с собой носить дополнительные инструменты. Сверху на колпачках у нас есть два небольших выступа, а под ними на барабанах регулировки у нас есть ответные части. Но сколько прицел держит от батареи, я сказать пока не могу, так как данный прицел у меня совсем недавно. Теперь давайте посмотрим, как данный прицел выглядит на пистолете-пулемете МП-7. Итак, для того, чтобы нам установить данный прицел, нам нужно отодвинуть переднюю часть данной лапки вперед и повернуть против часовой. Далее устанавливаем на планку Пикатинни, поворачиваем по часовой и задвигаем эту лапку обратно. Как вы видите, прицелом на высоком креплении можно пользоваться спеком. Был небольшой люфт, но я его устранила и теперь все прекрасно держится. Прицелом очень удобно пользоваться, очень комфортно, он не добавляет веса приводу. Весит прицел с креплением всего 175 грамм. По итогу Т1 от Emerson имеет неплохое качество, четкую яркую марку, не сильно затемненные линзы. Но и к минусам хотелось бы отнести отсутствие маркировок и небольшой люфт у МП-7 от VFC. Но это скорее всего минусы именно для меня. В остальном же прицел очень хороший и я бы советовала его к покупке. На этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментарии. Всем пока! Пока!